Приветствую всех, кто получил доступ к данной записи. Не люблю ходить вокруг да около, потому сразу перейдем к сути. В этой базе знаний записаны несколько локальных архивов с записями, содержащих в себе как полезную для Империума информацию, так и знания ксеносов, подлежащих уничтожению. Данные записи были найдены под храмом Адептус Механикус на одной отдаленной планете, у которой даже нет названия, если судить по имперским архивам. Дальнейший просмотр рекомендован стойким к сенотической ереси людям, верным Императору. На связи полевой инквизитор боевой группы с кодовым именем Икс Дилейт. После просмотра каждый зритель обязуется поставить оценку записи, а также оставить свое мнение обо всем, что узнал. Все формулы вы найдете ниже. За поддержку группы благодарим наших патронов под предводительством Мистер Азура, Керраэль и Вульф Прист. Итак, начнем ознакомление. Запись номер один. Fire Warrior. Данная часть затерянного архива содержит в себе описание боевых действий, происходивших на планете Долумар-4, где производилась чистка сил Хаоса и уничтожение ксеносов под командованием капитана ультрамаринов Адриаса. Интересно то, что данная запись произведена от лица представителя ксеносов Империи Тау по имени Кайс. По актуальным данным разведки, известно, что на данный момент Кайс имеет титул шоссо, то есть капитан, в то время как на записи он еще являлся рядовым солдатом касты огня. Также известно, что уже после его повышения он и его войска присутствовали на планете Кронус во время так называемого темного крестового похода. Подтверждена информация, переданная в рапортах капитана Астартес Адриаса и капитана полка Астромилитарум Константина о том, что Северус, бывший губернатор планеты Далумар 4, подвергся влиянию хаоса и призвал еретический орден несущих слова. В то же время я предлагаю санкционировать трибунал над капитаном Адриасом за явное и косвенное сотрудничество с ксеносами, доказательство которого вы найдете в самой записи. Сама запись временно передана в архив до востребования, после должна быть уничтожена как знание ксеносов. Запись номер 2. Squad Command. Следующая запись была занесена на достаточно устаревшее портативное устройство, перенесшее множественное использование. В нем были обнаружены зашифрованные данные тактического назначения. После расшифровки было установлено, что это тактические планы одной из род ультрамаринов во время битв, проводимых на планете Рухар-3. Также из этих данных выяснилось, что их задачей было устранение еретиков из ордена несущих слова. Судя по картам, высадка прошла неудачно и отряды по шесть боевых единиц оказались разбросаны по поверхности планеты против превосходящих сил врага. Однако, благодаря умелому командованию и истинной вере наших бойцов, враг был отброшен, а ересь искоренена. Настоящий подвиг наших братьев. Запись номер 3. Regicide. Эта запись содержит, как понятно из названия, различные разрозненные партии в настольные игры. Как в популярной в Империуме Regicide, так и неизвестную доселе игру, напоминающую Regicide, но с большим количеством фигур на доске и отсутствием части правил. По личному мнению изучавшего эти знания Архивариуса, второй вариант проведения игры более прежнего развивает стратегическое мышление у игроков. Однако при более тщательном анализе содержимого стало понятно, что в партиях зашифрована битва роты космодесанта из Ордена Кровавых Воронов с Ордой Орков, предположительно на планете Хедгар. Запись будет отправлена на дополнительный анализ, чтобы понять, имеют ли эти знания какое-то практическое значение, или же от нее стоит избавиться, как от знаний ксеносов. В любом случае, пока что доступ к ним свободный. Запись номер 4. Kill Team. Следующая база знаний содержит информацию об одном из отрядов космодесанта, состоящего из четырех человек. Их задача заключалась в том, чтобы проникнуть на корабль вторжения Орков и остановить его продвижение. Позднее бойцы встретились с другой формой ксеносов тиранидами, с которыми тоже успешно справились. Однако меня волнует кое-что другое. Видите ли, при всей моей вере в Императора и уверенности в том, что эта вера способна творить чудеса, в моей душе все же сохраняется сомнение в том, что эти четверо бойцов могли выполнить такого рода операцию. Это технически невозможно, даже если это были самые тренированные бойцы Империума. По желанию Инквизитора, эта запись будет отправлена на дополнительный анализ, как потенциально сфабрикованный материал. Запись номер 5. Эйзенхорн. Ксенос. Содержание этой записи – отрывок из жизни Инквизитора Грегора Эйзенхорна. Совпадение с официальной биографией частично подтверждено. Но, к сожалению, запись имеет технические ошибки и неполадки, блоки данных часто некорректно работают. Также наблюдаются логические ошибки и нарушения здравого смысла, что не свойственно для задокументированной истории про мастера Эйзенхорна. Из 100% материала четверть не совпадает с официальной биографией, что подтверждено прямым продолжателем дела и учеником Грегора, то есть полевым Инквизитором группы. Установить причину несоответствия не удалось. Возможно, это сфабрикованная пустышка. Запись отправлена на дополнительный анализ для установления причин и судьбы данного знания. Запись номер 6. Райдс оф вор. Объект хранения этой записи – технология ксеносов, способная взаимодействовать с технологиями Империума. Возможно, это достижение ранее живших здесь жрецов Адептус Механикус. На носителе обнаружены данные на языке ксеносов расы Эльдар. Поверх основной информации записаны пояснения на нашем языке. Основной объем записи занимают орбитальные съемки битв на планете Давинус. Сражения происходили между доблестными бойцами Империума и Эльдар. Однако вскоре ситуацию изменило прибытие на планету Роя Тиранит. Наши бойцы временно объединили усилия с ксеносами. Неизвестно, как эта кампания была окончена, уничтожены ли Эльдар или же солдаты Империума их пощадили. Установить точные полки гвардии невозможно. Что точно известно, так это присутствие на полях сражений Ордена Кровавых Ангелов. Так что направить в Орден рапорт на проверку, дабы прояснить ситуацию на записи. Если перебежчики будут найдены, требуют санкционировать трибунал. Запись временно передана в архив до востребования, после должна быть уничтожена как знания ксеносов. Запись номер 7. Дака Сквадрон Еще одна хорошо сохранившаяся запись в архивах храма – это разрозненные боевые вылеты орочих эскадрильей. Записи сделаны на разных планетах, установить которые пока что не удалось. По личному мнению Инквизитора, при поддержке со стороны нашего архивариуса, записи содержат очень много полезной информации о технологиях наших врагов, которые было бы очень полезно сохранить, как полевые знания. Здесь присутствует описание моделей, их модификаций и особенностей. Наши самые толковые инженеры способны разобраться с этими базами данных и понять их слабые места. Кроме того, в записи есть много информации об определенных формированиях в обществе ксеносов, которые они именуют кланами. Этим также можно воспользоваться в военных целях. Конечно, мы, выше подписавшиеся, находимся в трезвом уме и осознаем, что это ксенотический материал. Однако прошу их изучить. Эти знания полезны для нас в уничтожении создателей этих записей. Запись номер 8. Батлфлит Готик Армада. Перед оглашением следующей базы знаний хочется сразу сказать. Если в прошлые разы еще можно было логически предположить, как эти записи оказались в этом храме, то в данном случае ни я, ни Архивариус, ни бойцы десанта не можем даже догадываться, откуда на таком отдалении от Сектора Готик могла оказаться подробнейшая база данных о том, что происходило там во время 12-го Черного Крестового Похода. Данные посвящены Адмиралу Спайру, ныне Солнечному Адмиралу, который проявил себя как прекрасный генерал и воин, боец, оттеснивший силы хаоса от планет Чистилища и Оренсворлд, а также систем Орар, Фуллари и многих других. Достоверность записи достигает почти 100%. Космические битвы с Хаосом, с Орками, с Эльдар – все передано максимально точно. Все еще сложно понять, как оно тут оказалось, но как бы то ни было, это очень важный исторический документ, который должен быть направлен в официальные летописи. Запись номер 9. Gladius Relics of War. Последняя запись – самая странная. Она содержит в себе некую программу, которая по-разному генерирует поверхность планеты Gladius Prime, на которой сталкивает между собой крупные силы космодесанта, Астромилитарум, Некронов и Орков. Среди данных также есть упоминания о Тау, Тиранидах, Хаоситах и Эльдар, но чтобы добраться до них, нужно больше времени и более мощное оборудование. По странному стечению обстоятельств, эта планета стала полем битвы для Империума, Еретиков и массы различных Ксеносов. Это напоминает события на планете Кронус или в системе Каурава. Однако размах битв стал больше, во многом потому, что записи велись с делением массовых участков пути на гексагональные плиты. Прошу рассмотреть эту программу как хороший тренажер для наших стратегов и командиров. Им будет полезно изучить поподробней. Все собранные записи с информацией сохранены и направлены в соответствующие архивы или на анализы, либо уничтожены как знания Ксеносов. Наша задача выполнена, теперь предстоит решить судьбу этого места. Данный вопрос направляется в высшие инстанции, но вместе с моей яростнейшей рекомендацией сравнять храм с землей, а планету зачистить от влияния хаоса и ксенотической угрозы. Напоминаю, все зрители должны оценить данную базу знаний с помощью двух кнопок ниже, а также оставить свое мнение, которое обязательно будет учтено. С вами была группа с кодовым именем XDelayed, конец записанного материала. Да благословит вас Император.